Добрый вечер, дорогой Леонид Григорьевич. Я рад вас сердечно приветствовать от лица нашей школы Человек будущего, Школы Человечности. И для меня большая честь, что вы нас посетили, и у меня есть вопросы, которые я хочу вам задать. Но прежде я хочу напомнить всем нашим участникам и тем, которые смотрят нас и будут смотреть, и не один раз будут смотреть, что в принципе лично я и наша школа, и вы, как я понимаю, мы все вместе разумные люди, сердечные люди, и хотим все-таки сократить кризисы и войны на планете. Да, а я еще как врач хочу, чтобы люди научились пользоваться собственными ресурсами, повышать иммунитет, стрессоустойчивость и сократить потребность в лекарствах. И в этой связи я хотел, кажется, предисловить буквально... Разрешите, Хосай Магомич, мне поздороваться с вами, с вашими рабочими коррективами, с нашими зрителями. Да, всем здравствуйте, здравия желаю. Если вы позволите, я буквально одну минуту для новичков, которые, может быть, в первый раз к нам сюда придут, чтобы они знали, что я хотел коснуться учебников физкультуры. Учебников физкультуры, в котором есть методика синхрогимнастика по методу саморегуляции ключей. И потом в процессе нашей беседы раскрыть, о чем это и идет речь. Коснуться журнала электронной промышленности МЭП СССР. Это я в свое время работал в Армении по приглашению 5 лет. И обучал операторов-микроскопистов, которые делали электронику, чтобы они на рабочих местах не уставали. И там есть мои статьи, потому что я ввел там раздел электроника-медицина. И вот здесь вот на обложке мой товарищ Шахов, Володя, изобрел аппарат, который назывался чрезкожный электронеростимулятор, который с частотой 10 Гц обезболивал. В течение за минуту можно было. Человек, например, ушибся там рукой или коленом, приложил аппарат, через минуту боль исчезла. А эта частота соответствует частоте альфа-ритма мозга. Альфа-ритм где-то от 8 до 14 Гц. Вот таким образом получается некая синхронизация между альфа-ритмом мозга и вот этими электрочастотными воздействиями. Все это связано с энергетикой, которую вы любите и уважаете, с энергиями. Как раз таки я и хочу сказать о том, что синхрогимнастика, которая у меня в учебнике профессора Матвеева Анатолия Петровича для 10-11 классов, как раз таки там человек подбирает действия синхронные текущему состоянию в моменте для того, чтобы выходить из стресса в альфа-состояние так называемое, когда у него тоже в головном мозге происходят такие вот электроволны с частотой примерно от 8 до 14 Гц. То есть на альфа-состояние, в котором происходит безмятежность, такое состояние безвремение. Это состояние, которое я назвал в свое время нулевым состоянием, состоянием между сном и бодрствованием. Когда режимы мозга основные переключаются, как коробки передач автомобиля, нейтральное состояние. Когда системы разблокированы и готовы к новым соединениям в зависимости от команды. То же самое происходит, это я такую метафору, чтобы легче было понять, о чем говорится, когда мы говорим о нулевом состоянии. Я обучаю людей не только снимать стресс и выходить на нулевое состояние для восстановления, но и для того, чтобы использовать энергию стресса для решения ранее нерешаемых задач. Например, я это использую, чтобы делать картины, рисовать. Я никогда не учился рисовать, но у меня много выставок. А это Беригиля. Хорошая картина, тоже на многих выставках была. Я одновременно и пишу книги. Я это не потому, как я про себя хочу сказать. Я хочу сказать о том, что у меня пример мультидисциплинарного отношения. Потому что открытие науки, например, происходит на стыке дисциплин. И поэтому синхрогимнастика, которую я сказал, она не только для того, чтобы снимать стресс и использовать энергию стресса для различных целей по собственному усмотрению, но она и для того, чтобы человек был здоровым, чтобы у него повышалась стресс-устойчивость, иммунитет повышалась, и чтобы в условиях сегодняшних рисков и угроз, и такой глобальной неопределенности, когда мы переходим на новые, так сказать, энергии, и когда мы переходим на цифровизацию, в этот момент неопределенности, в этой точке бифуркации, чтобы человек, который он теряется, теряется, а чтобы он имел надежную опору. Я вот считаю, что чем больше творческих качеств открывает человек у себя с помощью нашего метода саморегуляции, тем больше у него точек опоры. Чем больше любимых дел, чем больше он междисциплинарник. Ну и я, как сказать, живой пример и заказательство этому, что я пишу и книги, и картины, и готовлю спортсменов, олимпийских чемпионов, и инвалидов обучаю, помогаю людям. Ну, раньше улетали на войну, я их помогал, чтобы они были там устойчивы, и по возвращению с войны я их помогал восстанавливать, и детей обучаю, и школьников. Вот у нас одна из моих книг «Защита от стресса». И здесь вот внизу написано, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. И здесь школьница, которая пользуется приемами идеомоторной левитации, которая моментально снимает стресс и позволяет человеку выходить из строительства состояния, в состояние вот этой глубокой безмятежности. А там, на этом фоне, если человек мечтает о каких-то желаемых переменах в себе или желает решить какую-то ранее нерешаемую задачу, все ресурсы мозга подключаются к ее решению. Вот я все сказал. Спасибо, спасибо, Хасай Бакомедович. Ну, я тоже вступление сделаю с небольшой интригой. Да, ну, мы говорим о стрессе. И действительно, даже Всемирная организация здравоохранения, многие исследователи, в том числе и психологи, медики, утверждают, что одной из основных ставят обычно там на второе место нездоровье человечества, высокой смертности, и являются все же стресс. И, конечно, во многом, ну, самые большие жертвы все же это несут войны, особенно две последних мировых. А вообще-то человечество за свои пять с половиной тысяч лет только триста лет не вело войны. А так постоянно где-то идут войны. И, конечно, мне довелось и слышать, и читать, мнение людей слушать, что за войнами стоят генералы. Вот. И чтобы создать интригу, вот, да, я скажу, что вот, глядя на нынешнее состояние там человечества, вот, и вот эти две вторых мировых войны, вот, и нынешняя война, которую ведут, вот, и глядя на те структуры и на тех личностей, которые принимают решения о войне, я откровенно скажу, виноваты не генералы, а виноваты врачи. Что вы говорите? Это вы мне прямо, как говорится, шаблон какой-то разорвали. Я просто хочу понять, да. Вот, смотрите, ну, кто вот развязал нынешнюю эту СВО, да, кто принимает вот эти решения? А, понял, понял, я понял, о чем вы говорите. И кто вообще-то, вот, управляет нами? Ну, сейчас речь идет. Да, да, да. И посмотрите, вот, на тех, кто принимал вот эти решения, ну, наверное, помнят это заседание. И я когда смотрел вот на это заседание, так называемый СОВБЕС, и вдруг мне вспомнились два прототипа и их создатели. Это Швондер, ну, и главный герой Шариков. Шариков, Шариков, понятно, понятно. Да. Ничто не навевает вам на СОВБЕС. Я сразу понимаю. Да. Что кто плодит вот этих вот Швондеров, Шариков там и так далее. Плодит вот этот образ, который врач Булгаков, значит, показал, что вот оказывается из вот этого самого дурачья, собачьего дурачья можно создать человека. Ну, и дальше там Швондер также появляется там из ничего. И они не просто вот как живые сущности, но они, посмотрите, властные сущности. Да. И хотят власти, хотят там, значит, захватить все, всех подчинить себе и так далее. А теперь я смотрю на наш Совет Федерации и на Госдуму. Там тоже принимают решения. Вот. И вроде вчера нормальные люди были. Вот. Сегодня вдруг меняются. Оказывается, тоже врач вот этот процесс и эти образы. Тот же врач Чеха, он же врачом был, да. Хамелеон, пожалуйста, да. Так что вот эти Швондеры, Шариковы, они, как правило, принимают решение там воевать, подчинить, вот, богатство там и так далее расширять. Вот. А вот скажите, извините, пожалуйста, вы большой известный военачальник. И мне хочется понять, все-таки же, когда по карьерной лестнице люди проходят, там же много умнейших людей. В академию кончали, они знают историю, они знают вот эти вот всякие тонкости, которые для обычного человека слабо доходят, потому что все архивы закрыты, засекречены и до сих пор никто не знает до конца, что было на самом деле и сто лет назад, и двести лет назад, потому что каждый раз историю переворачивают, в зависимости от того, кто управляет сегодня, так сказать, информационным потоком. Вот вы как считаете, вот это ощущение, вот инстинкт человеческий, как говорится, самосознание людей в большом количестве, на земном шаре. Вот, ну, допустим, у нас много людей после войн были детьми там выпивающих, потому что без 100 грамм для храбрости в атаку не пойдешь, как и артисты в кино они выступят без 50 грамм для храбрости. Ну, это такая метафора. Я понимаю, что мы поколение, как говорил академик Бехтерев в свое время, он очень много занимался алкоголиками, потому что вот эти психостимуляторы, которые на войне применяются и так далее. Вот скажите, пожалуйста, как человек в такой большой ранг, генерал-полковник, который там в академии кончал, который все это знает изнутри, для нас, обычных людей, скажите, это что вообще? Это вот на земном шаре. Вы же общались со многими генералами там и в разных странах. Да, но на самом деле инстинкт разума есть у людей? Или он все-таки покорен полностью какими-то шаблонами? То есть вот эта дикость какая-то, ее больше? Или разумность больше? Ну, прежде я вот представлюсь, я простой советский генерал. Я генерал-лейтенантом, стал еще в советское время и не хотел становиться генерал-полковником России. Для меня это было неожиданно. Вот. И вы говорили, вот там в атаку идти, выпейте. И кто самый вот это всемирно известный? Алкаш-пиенчуга, который в атаку не ходил, в армии даже солдатом не служил, но он разрушил вот этот Великий Советский Союз, и ему там памятный сегодня там мемориал стоит. Это Алкаш-Ельцин. И к царме он вообще никоим образом не связан. Поэтому говорить там, значит, о том, что вот перед атакой там выпейте, это повлияло. А я, вы знаете, чтобы вот представить себя, да, я член Союза писателей, и первое мое было, ну, меня втащили, как говорят, в этот Союз писателей по отделению поэзии. Я прочитаю сейчас, быстренько прочитаю одно стихотворение, вот, а вы воспринимайте меня, вот, как я, ну, некий представитель генералитета. Под заверение о дружбе опять взорвалась тишина. Я отдал жизнь военной службе, но ненавистна мне война. Мне дорог мир, покой, уют, и красоты земные дали, где соловьи в ночи поют, где ужасов войны не знали, где люди ласковы с зверьем вдыхают аромат природы, где страх покоится бельем и искрометно учатся воды. Но шествует война по свету, как эпидемия, как мор, взрывает судьбы всей планеты и рушит каждый дом и двор, врывается в сердца и души, и не найти клочка страны, где можно тишину послушать, уснуть под звуки тишины. Какая же гадкая пора, там многоколоса, многолика, за недра кресла, за экран, всяк с каждым насмерть бьется лихо. Под шелест денежной листвы счет жертв уже на миллионы, живых, что разумом мертвы, и мертвых, как живых колонны. И каждый в страхе участь ждет. Кто остановит пряску смерти? Ее величество народ, лишь он всесилен и бессмертен. Вот я свое стихотворение, где вот говорю, мое генеральское отношение к природе. И большинство генералов именно таковые. И есть международная ассоциация генералов мира за мир. Вы благородный человек. Да, вот я просто оправдываю генералов, что больше всего, ну есть извращения, исключения есть в каждом сообществе людей, вот, но больше всего не хотят войны генералы. Мне много по роду службы приходилось общаться. Как замечательно вы сказали, как замечательно вы сказали, да. С генералами НАТО, вот, и мы видели, кому для каких целей нужна война, война, вот. Так что вот в этом мы знаем. А теперь, значит, вот, я бы вот просто попросил вслушаться, вслушаться вот эти слова и не найти клочка страны, где можно тишину послушать. Ведь природа, вот я в лес люблю ходить, по пустыням я там родился в Кыргызстане, училище одно из лучших в мировой истории, ташкентское высшее общевойсковое имени Ленина окончил. Вот. И вы знаете, ну, столько удовольствия можно получить и снять любой стресс. Вот. Уйти в лес, уйти куда-то в степь и наблюдать за каждой там этой бабочкой. Ведь мы до сих пор постигнуть не можем потенциал. Вот там. И комарика какого-то, значит. И... Собачку свою еще раз покажите. Так. Вот она, это че. Вот она лежит, спокойно знает, что я работаю. Вот она, Джессика. Да. Какие глазки. Какие глазки. Такая умная, чумная. Я нашим зрителям проброшиваю один мужской там анекдот или притча там. Ну, двое сидят, мужчин там уже. Значит. Обо всем, наверное, поговорили. И один второму говорит, как вот я вам говорю. Слушай, Хасай, а ты веришь, что есть собаки, у нее хозяин? Ну, вы тоже не верите. Я говорю, а я верю. Ваш вопрос, почему ты веришь? А потому что моя собака такая. Отлично. И вы знаете, и живой мир на планете Земля, он был выстроен, ну, сначала неразумные существа, но они, вот эти неразумные существа, создали такое живое многообразие. И причем непросто. Да, для поддержания равновесия, тут с Дарвином где-то можно согласиться, ну, необходимо, чтобы там правоядные и хищные там, значит, как бы уравновешивали друг друга. Вот. Но дальше посмотрите, вот у меня за плечами по службе, это не туристические были поездки, более 60 стран мира. Я по должности, будучи главным военным дипломатом России, значит, значит, вот я везде, везде бывал. И когда я ехал, летел в командировку, ну, не так, как нынешние, прямо вам скажу, летают, да, а готовишься все, и изучаешь природу, и характер народа, обязательно там, традиции народа, вот, поэтому меня шокирует, когда где-то вот там в Китае или в Японию там прилетают, и руку там, значит, подают, и так далее. это у них нет, воспринимается даже как некая грубость, пошлость. Вот. И вот, когда смотришь на это многообразие, миллионы видов, подвидов, растений, животных и так далее, всего, и как они вот эту выстраивают красоту. И куда бы вот там ни приезжал, если есть свободная минутка, там везут, но показывают, что, как правило, в большинстве стран мира даже там и англичане перестали этим хвастаться, там, военными победами, а показывают свое что-то красивое, показывают там удивительные, там, значит, растения и так далее. И вот я понемногу, значит, ну, во многих странах по несколько раз бывал, помного, часто бывал и так далее, но всегда пытался любоваться и понять природу, понять, не увидеть, а ее понять, как вот эта красота, как такие цветы, вот, и как особенно птицы, вот, и в Латинской Америке. Я тоже, птицы всегда меня удивляют, всегда птицы. Вот удивляют, ну как, и здесь я Дарвина откладываю, в сторону его там, да, я люблю больше дарвинизм Данилевского, где он разбивает вот эти все случайности, там, эволюции и так далее. Ну, есть птицы, ну вот, фазан там, ну и так далее, которые, вот она сидит и встречает людей, даже здесь в Крыму есть такие, вот там, отдельно живущие, а там вот в природе просто вот она идет, навстречу идут люди. И она, чтобы поприветствовать людей, не знаю, может кто-то из кустов знаки, она вот такой шатер разбрасывает, где каждая перышко там, ну так разрисована, и поэтому я сразу говорю, это божественная красота, это сама природа не сумела, да, как и стихи, как вот песни, например, и я на песне остановлюсь немножко особо, ну, ансамбль Александрова там, другие ансамбли когда-то пели, не распев песни на мои слова, да, потом уже пришел Иванов, не служивший дня в армии, значит, ну, говорит, я филолог, министром барона, да, и поскольку я его критиковал там жестко, он запретил петь песни, да, но вот песня, и опять я же, мы уже имели одну беседу, где я настаиваю, голова всему и Господь Бог это энергия, даже та, которую мы не можем измерить, вот, та, но которая сказывается там, на нас обязательно, и перед нашим зрителям скажу, перед нашей записью, я вам сказал, вот, мы обговаривали немножко там, я сказал, ну, скажите, да, чтобы убедить вас, что вот энергия присутствует, которую мы вот не пощупать не можем, но она есть, не было бы энергетического поля, вот, мы бы с вами не говорить не могли, не видеть друг друга, это все энергия, и об этом, и Владимир Иванович Вернацкий писал много, и Казначеев, значит, Владимир Петрович, наш академик, и они даже, даже, вот, я знаю ваши убеждения, что нельзя мыслью там что-то, ну, Биг Бен останавливать. Да, нельзя дачи своего организма и дачи общения, потому что даче нужны поступки и действия, потому что невозможно мысль, например, влиять на облака, как говорят, вот я смотрю на облака и разгоняю тучи, это кажется, такого нету, это, это... Идем все вместе, я что-то вам продемонстрирую, а пока я вот, мой утраченный разум, одна из любимых моих книг, у меня более 20 монографий, вот, и я вот здесь привожу, вот, Влаэль Петрович Казначеев и да, и Николай Александрович Козырев, зеркала Козырева и так далее, они проводили эксперимент, я вот описываю здесь, сейчас немножко что-нибудь там привру в километрах, так вот, они проводили такой эксперимент, ну, естественно, их сразу у нас комитет по лженауке, тут же их там обвиняли, лишали звания академика, Влаэль Петрович возвращали и так далее, они проводили эксперимент, проводили таких операторов там где-то, простых людей, даже студентов там брали и немножко их там тренировали, вот, мысль сосредотачивать и так далее, а затем, значит, развозят, начинали они, значит, тут по России, там, на север, на юг, а потом, значит, и в Канаде сидит один человек, вот, ну, подготовленный, там, умеющий сосредотачивают мысли свои и немножко дают подготовку, как читать, улавливать другие мысли, вот, их на тысячи километров разводят, вот, у себя в Новосибирске, значит, они, ну, делают там, как бы, ну, рисунки, что нарисовать, ничего нарисованного, вот, приглашают там, значит, и вот, бери, как билеты экзаменационные берешь, он вытаскивает, значит, домик там нарисовать, ну, простые там домики, еще что-то нарисовать там и так далее, простые рисунки, и, значит, берет, ну, лежит лист бумаги, и он, сосредоточившись, а он работает с тем, кто в Канаде, или там у нас где-то там близ Колымы, да, и начинает медленно рисовать, в это же время, ну, по времени там, вот, как мы с вами, 17 часов, поехали, этот рисует здесь, а тот сидит с листком бумаги, и начинает, считая мысли, начинает тоже рисовать, так вот, у них, там, вот этот процент того, что угадывают, 96, 90, 96, это вот получалось, что рисует, там, да, это передача мысли на расстояние, и без энергетики этого случится, вот, без этой направленной луч, вот туда, значит, направлен, он не может, а теперь я прочитаю, вот, еще, в порядке доказательства, да, и я скажу, что, вот, был, ну, индусы занимаются, это там кто-то считал йогой, и так далее, но был такой философ Махариши, это вот 70-е, 80-е годы прошлого столетия, значит, да, и они предлагали, ну, летающие йоги, мы с вами говорили, что мыслью можно сосредоточиться таким образом, что подняться там сантиметр, сидя в позе лотоса, подняться на там где-нибудь 10-15 сантиметров, и переместиться метр на полтора, без всяких этих там фокусных атрибутов и так далее, да, это я свидетель, но они проводили вот там в Сомали, значит, опыты, ну, с позволения под эгидой даже ООН, хотя ООН там непричастна, говорил о себе, вот, когда враждующие племена там истребляют друг друга, они собирали тысячу человек с этой стороны, тысячу человек с другой стороны, и сначала тоже их готовили, рассказывали им историю вот того племени, это племя замечательное, красивое там, но вот у них трудности были и так далее, ну, с обеих сторон как бы настраивали на такую благодатную волну, чистоту соответствующую, там, где-то музыкой немножко подсвечивали, вот, и вот так вот работали, племя посылает, одно племя другому племени посылает добрые там пожелания, мотивы, сочувствия, сожаления о чем-то и так далее, конфликты прекращались, но это был такой опыт, который не получил, к сожалению, большого развития, и вот я прочту вам, вот, из утраченного разума, это одна из любимых моих монографий, практикующий врач, нынешний насовременник из Великобритании, да, он там проходил большую практику в Индии, и вот, что он говорит, да, а я все время утверждаю и работал со студентами много лет, значит, и сейчас практикую, мысль это, мыслью можно лечить и себя мыслью, как Петр Петрович Горяев, значит, погибший или убитый, вот, тоже лечил на расстоянии, вот, что говорит Дэвид Камильтон, практикующий, врач, ученый сегодняшний, Каждая наша мысль и каждое чувство я остановки делаю, каждая наша мысль и каждое наше чувство вот, ну, гнев, наверное, там, где-то наоборот, доброжелательность, вот собачка рядышком, это чувство испытываем, да, когда-либо нами испытанное находит выражение в теле, это врач говорит, молекулы, известные как нейропептиды, связывают мысли и эмоции с каждой частью тела, мысли и чувства даже способны активизировать и нейтрализовать гены, я нигде не слышал, что Петр Петрович Горяев, вот, приводил Дэвида Гамильтона, но он этим занимался, недавно научные исследования показали, что они могут вызывать развитие новых участков мозга, что ведет к изменениям на физическом уровне, вот, что такое мысли, и дальше, мысли, мысли, читаю медленнее, слушаемся, мысли большого количества людей, одновременно сконцентрировавшихся на одном и том же, производят значительное воздействие. наша связь со всем существующим в этом мире, включая погоду, войны, наверное, вот эти там, наводнения и так далее, наша связь со всем существующим в этом мире такова, что мы просто не можем не влиять на состояние мира, избирая объект своемысленной концентрации. Ну и далее я там рецензии писал, вот, когда группа советских, назову, ученых из очень независимых государств, значит, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, вот, и нашего института, университета дружбы народов, там Александр Воробьев профессор участвовал, да, доказали, исследовали последствия войны в Афганистане, но тот период, когда еще мы туда вошли, что-то там, то ли социализм, то ли что-то хотели, как вот сейчас в Украину вошли, мы разрушили в радиусе 5500 километров разрушили атмосферу Земли, она, правда, потом потоками, атмосферными потоками воздуха, она потом сглаживалась, как бы, нейтрализовалась, а вот сейсмику нарушили, нарушили даже, ну, вот этот рост, продуктивность растений наземных и так далее, вот, потому что мы идем, ну, вот как сейчас пожары, вот эти войны и так далее, я смотрю на эту проклятую фашистскую операцию, я как специалист, вот говорю, да, и посмотрите, значит, вот там этот Бахмут, там Марьяновку, там Авдеевку, вот уже два года скоро исполнится, значит, все, воюем, воюем, и на телевидении, на одном и на другом, включаете, вот обе стороны, с чего начинают, вот там, значит, атаковали, отбили атаку, атаковали, там 132 метра продвинулись там вперед и так далее, и дальше идет, что мы убили столько-то, там даже людьми не называют, солдатами там не называют, нациков, значит, то с той стороны звучит, что сегодня уничтожено уничтожено там 632 расиста, и вот в этом и с одной и с другой стороны я вижу этот и геноцид и фашизм, вот, вот этих Швондеров, Шариковых и так далее, все, переводим, но, знаете, мне довелось вот участвовать в тушении пожара, ну, когда торфяники горели, а сегодня у нас миллионы там, гектара, это, все там, люди даже где-то сообщают, не пострадали, но сколько миллионов там живых существ, которые ничем не хуже, а во многом красивее нас, умнее нас, сколько там всего сгорает, мы на это уже внимания не обращаем, да, а вот там, у кого дома сгорели, у кого погиб, вот там, помню, пострадавшим ущерб компенсирован, выдано по 10 тысяч рублей, ну, хуже, вот, я ничего в своей жизни не видел, вот такое отношение к живому существу, когда, видишь, там, лоси мечутся, да, не знаю. Извините, а почему так получается, что людьми управляют обычно более циничные люди, потому что такой человек, который переживается человека, он как-то не удерживается во власти, как-то его растопчут там, вот, там надо, наверное, тех, которые умеют локтями работать и знают эти вот царедворства, пути такие, вот, потому что трудно себе представить благородную личность, которая в большом коллективе еще и командует, ну, трудно представить, потому что обязательно там каким-то образом будут более циничные царедворцы, они будут более такими, ну, как сказать, пользоваться приемами, которые его подорвут его авторитет или там придумают, как его снять оттуда с этой должности, или я ошибаюсь? Ну, я сегодня мне там вот позвонили, прислали перехват управления, вот, мой любимый канал, ну, сейчас мы его там воссоздаем, да, ну, как бы заново там создан, он сейчас раскручивается, я рекомендую его смотреть, да, там Виктория Ахметова ведет, умничка такая вот, да, и она как раз прислали мне есть Василий Александрович Мельниченко, федеральный сельсовет, он аграрий, вот, от рождения, и он любит село, ибо без деревни, я когда-то писал, Россия мертва, Россия мертвая, и он вот влюблен в это, и коснулся вот выборы в Омске, по-моему, там избирали, ну, третья статья Конституции есть, там грозно записана носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, народ осуществляет свою власть непосредственно, а также там через госорганы, там, да, и вот там, значит, привезли какого-то чудака, не жил никогда в этом Омске и так далее, ну, чей-то там, то ли родственник, то ли там ну, собутыльник сейчас уже не скажешь, что ли, по половым признакам там, сейчас у нас по половым признакам власть формируется в том числе, вот, да, и вот привезли народ категорически против, а он неожиданно там 70% что ли набирает, вот, ну, и мне вот позвонили, значит, там, Леонид Ильич, ну, а как вот, значит, люди там выходили, все против, вот, как вот эти выборы, ну, я, Василий Александрович, я, конечно, сказал, Василий Александрович, есть ли возможность, я говорю, конечно, на выборы надо ехать обязательно на танках, и своего кандидата везти на танках, да, я ходил, эти попытки были у меня в 2011, ну, выборы 2012 года, я, ну, Зюганов кинул нас, мы, когда народный, там, этот, единый народный кандидат, шли и шли, вот, и потом, когда стал обходить Зюганова, значит, там, ну, он говорит, у нас демократический централизм, как предумав, решит, вот, и, короче, кинул нас, и мы там, меня, значит, стали выдвигать, и так далее, я, конечно, не хотел там и не готов, но народ поднялся и за 10 дней зарегистрировали более, чем в половине регионов штабы, да, а тут же, когда там, значит, заявили, что тут же появляется слева, справа, там, вот нам, ну, знаете, значит, вот нам там 6-7 миллионов будет достаточно для организации, а я живу там на свои, уже на преподавательские, только эти, профессорские жил, да, вот, люди организовались, и, ну, военные прежде всего, а нас, значит, начинали, 17 было организаций, все ветеранские организации, всех видов вооруженных сил, включая милицейское братство, там, Альфа, Вемпинс, 15 и так далее, затем ко мне приезжают с севера, бывший губернатор, там, с шаманами, все, значит, с севера, за вас там приезжает, мастер спорта, там, да, с Кавказа, он когда-то сбор, ЦСКА, тренировал, по, регби, значит, приезжают Аксакалы, 90 процентов за вас там дадим, и так далее, вот такой был подъем, подъем журналистов, вот, которые работают на центральных телевидениях, значит, ну, тогда и Сергей Доренко, все пришли, Леонид Григорьевич, мы сами организуем, вы только вот слушайте, и пошло-пошло, ну, и где-то я Путина стала пережать, ну, что, тогда, значит, раз, когда регистрация идет, уже объявление, я ночью, там, в центре сберкома, в аппарате много, значит, таких порядочных, да, большинство там в аппарате порядочные, и так далее, и вот, правда, мне там за несколько дней, значит, Шуров, председатель центра сберкома, вышел, значит, там, ну, поздоровлюсь, все, давайте по коридорчику пройдем, и говорит, вы слышали заявление Госдепа, я читал, говорю, мне показали, а что там, где Госдеп заявил, самая, категорически неприемлемая кандидатура в президенты России, это генерал-полковник Ивашов, я говорю, ну, нам-то при чем здесь, говорю, Госдеп, вливать нам на Госдеп, ну, 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 и потом завтра объявляют о регистрации, да, и мне ночью звонят ребята, где-то, ну, часов, наверное, двенадцать, Ленин Григорьевич, заседают, там, вас снять, ну, там, еще некоторые кандидаты, вас снимать будут, я говорю, причина, ну, вот сейчас там спорят, ну, за антисемитизм, я уже там и речь, вот, антисемитизм, значит, подготовил, да, ну, видимо, стало известно, приезжаем туда, значит, и мне говорят, что вы на тридцать две минуты, раньше, начали сбор подписей, да, а начали мы, значит, ну, первое электронное уведомление сделали, потом они попросили письменное, вот, и потом приехала госпожа Воронова, представитель центра сберкома, член центра сберкома, там, трое ребят с ней, проверили все, и сами говорят, ну, что, я еще даже говорю, может, еще по чашке чаю выпьем там, кофе, нет, нет, давайте не будем задерживать, давайте начнем, мы начали, тридцать две минуты, они там рассчитали, что мы вот начали раньше, вот и все, так что захвативши собственность, огромнейшую собственность, и власть, вот, добровольно, ни то, ни другое не отдадут, лишившись собственности, они лишаются власти, лишившись власти, они лишаются собственности, и последствия там еще такие будут, так что, вот, поэтому, и войны, вот эти вот, которые развязываются, здесь только две вещи нужно смотреть, вот, я там на весь мир не заглядываюсь, хотя процессы, они, определенные, закономерности проявляются везде, но у нас в России это точно, вот, ищи, или собственность, кто-то хочет что-то прирастить, идешь же, у нас же дикое состязание идет, не состязание умов там, у нас уже там о Пушкине я не говорю, вот последний, наверное, ушел наш пророк, поэт этот, Николай Николаевич Барнравов, да, который оставил нам грустное завещание, вот, если время останется, я там, ну, пару строк там могу прочитать из него, вот, но смотрите, вот, сегодня вот власть и собственность объединились в том, что отдавать ни в коем случае нельзя, а как сделать, чтобы всем хватило, а потом же, видим там, уже любовницы рожают, там еще, кого-то там, детки, вот, примеров полно, зайди, возражать, везде, да, да, а потому что мы, мы мужики, спим, вот, где-то, я в это никогда не верил, и сказал, там, как и батюшки говорили, ну, нормальные, здоровые там батюшки, вот, Владыка Петерим, мой, духовный наставник, был, значит, он это не поддерживал, когда ударили тебя по одной щеке, да, подставь другую, нет, я это не приемлю, вот, не приемлю, и колени я склоняю только перед прощанием со знаменем, боевым знаменем полка, вот, ну, могу поклониться женщине, вот, оставать на колени, бить эти, я не осуждаю у каждого свое, но... Леонид Григорьевич, мне кажется вот, что если глубоко проникнуть в смысл этих слов, ударили по правую, по ставлевую, там, если бы все приняли эту доктрину, не нашлось бы того, кто ударил, вот на что это было рассчитано, что все это примут, но поскольку одни приняли, а другие нет, и получилось, что это неправильно, то есть, когда кто-то провозглашает какие-то духовные ценности, предполагается, что их примут все, и тогда не будет войн, говорят, люби ближнего, ну, все же говорят, люби ближнего, но войны до сих пор... И с этим я согласен, да, там, и вот эти 10 заповедей, но в 10 заповедях, кстати, нет, в Нагорной проповеди, ударили по одной щеке, подставляя другую, это откуда-то потом, то ли от Павла, Саула, это пошло, это отношение к религии особое, да, у меня свое есть понимание Бога, опять же, через энергию мысли, энергию чувств, и так далее, вот этот образ, да, это добрые мысли, добрые... Я согласен с этим. Да, вот это... Звезды над нами и этика внутри нас. Да, Совесть, я люблю Толстого за это. Да, да. Толстого, я очень его люблю, я его чувствую и понимаю, и поэтому мне кажется, что это как раз-таки то самое главное, что должно быть человек, и когда он сказал, что много-много разных явлений происходит, но компасом всему этому, чтобы понимать, что правильно, что неправильно, является совесть. Компас, который нам помогает различать добро и зло, отличать черное от белого и так далее. Мне кажется, в этом отношении у нас с вами не то, что одинаковые, я считаю, что одной кровью мы, как говорится, как Маугли говорил, мы одной кровью, а мы так люди одной кровью. Я тех же духовных ценностей придерживаюсь, что человек человеку брат, что я ищу как раз-таки братьев по разуму. И мне нужно их найти сначала здесь на земле, а не там, где-то там, на Центавре, и очень хочется, чтобы мы нашли друг друга, люди, которые здравомыслящие. Но самая беда в том, что у нас люди, даже самые хорошие люди, они настолько, не только это связано с воспитанием или с чем-то, что кому-то хочется выразиться, разгрузиться, рассказать свою идею. Вот мне, например, я бы начал сейчас, я бы не остановился, я бы стал говорить и говорить, потому что мне хочется рассказать там про то. Как я поступаю в данном случае? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я Вас сам попросил, я Вас сам попросил, потому что сейчас все Вас будут слушать, и очень важно то, что Вы говорите, потому что то, что я говорю или кто-то говорит, это одно, но когда говорит человек, который так или иначе связан именно с военными делами и который при этом говорит «я за мир», Это как раз таки дорогого стоит. Я хочу, чтобы все обратили на это внимание. Это просто ценнейшее, ценнейшее то, что может быть. Когда генерал говорит, что меньше всего войн хотят генералы. Это очень-очень такое, знаете, откровение, которое для всех, ну для меня лично, хотя я очень много связан был с военными, для меня лично это, конечно, большое откровение. Я очень вам благодарен. Я считаю, что уже поэтому мы уже наше время, то, что мы общаемся сегодня, вот сейчас, мы уже его оправдали этими вашими словами, потому что мало кто об этом знал, что именно войны как раз таки не хотят, а именно больше степени генералы. Вот это очень правильно. Мне даже это так нравится, понимаете. Потому что я когда в Звездном городке работу делал, там в Центре подготовки космонавтов, ко мне потом однажды подошел один журналист и говорит, «А ты знаешь какие-нибудь такие вещи, чего боятся космонавты?» Я говорю, знаю одну вещь. Он говорит, какую? Я говорю, что его готовили, готовили, а он не полетел. Вот его боятся. Он говорит, это для нас откровение такое. Мы вообще об этом не задумывались. Вот такое откровение сейчас сказали. Я подтверждаю, в какое-то время Георгий Тимофеевич возглавлял ЦПК, Центр подготовки космонавтов, и он приходил, докладывал лично Дмитрию Федоровичу Устину, министру обороны, члену Политбюро. И вот как-то они сидят, Дмитрий Федорович, раз, значит, Улень, зайди. Ну, вы знакомы? Я говорю, ну, кто Георгий Тимофеевич и не знает. Да. Вот. И он говорит, Лень, ну, у нас так вот получилось, Дмитрий Федорович говорит, что когда стали делить Центр подготовки космонавтов, ну, Минобщемаш, это наше ракетное министерство, значит, потом наши ВВС, вот, потом там и ракетные войска, значит, что надо отдавать уже ракетным войскам. И Дмитрий Федорович говорит, и я тогда принял решение, вот, и сказал Георгию Тимофеевичу, значит, по всем вопросам ко мне. Да. И вот Дмитрий Федорович говорит, ну, я же не могу и так далее. Давай, ты вот эти административные там вопросы вот с Георгием Тимофеевичем, и я как бы был куратором. Не по полетам, не там, но, знаете, там удивительные вещи. Давайте повеселим наши зрители и слушатели. Да. Что, значит, звонит мне Георгий Тимофеевич, там, Ленин Григорьевич, сейчас вот подъедет там наш человек здесь, вот, проблема возникла. Да. Да. Я говорю, ну, пожалуйста, пожалуйста, помогите там решить. Да. Вот. И приезжают, и мне докладывают, вот, у нас начальник финансовой службы сменился в ЦПК. Да. Да. Пришел вот капитан молодой и так далее. И он отказывается платить командировочные космонавты, которые, значит, летают туда. Вот. Ну, и говорит, что вот она есть инструкция там у них, ну, какой-то директивный там документ, что нужна отметка, что убыл с места, вот, службы. Прилетел отметка, что ты прилетел, потом отметка, что ты оттуда улетел, но это вот действовало для всех, понятно, не писали, ну, решили там пять минут генерал-полковнику Дуту посмотрел, и говорит, не платят космонавту, а там кто-то, Ляхов, по-моему, Володя, как раз долго там болтался, на это и не платят, вот, у кого он там отметку пал. Вот такие вот вещи там, значит, возникали, ну, и плюс вот эти межведомства, и мне приходилось решать, я хорошо их знаю. И вот там Георгия Степановича Титова парили ребята, трое ребят было, а готовились четверо, пилоты беспилотных кораблей. Да. Была станция Челомей, разработал станцию Алмаз, разведывательная станция, чисто для обороны. И там, значит, два, ну, два человека должны работать, а дальше технологии ушли вперед, и наше главное разведуправление уже, Минобороны, значит, они, ну, поняли, что вместо того, чтобы посылать человека там в систему жизнеобеспечения, они приборы уже ставят туда, приборы там и фотографируют, снимают, и радиоимпульсы там, значит, всякие фиксируют и так далее. А Владимир Николаевич Челомей, вот, он как инженер-конструктор удивительный, вот, фантастические вещи делал, но как человек он сложный, так мягко, дважды герой соцтруда, там, благодаря, что он, там, сына Хрущева взял к себе работать, и дальше у Никиты Сергеевича, там, вечерами подписывали этого откомандировать, значит, его распоряжение там и так далее. Ну, были эти, да. Вот, и он, вот, ходил и к Брежневу по несколько раз, везде доказывает, что нет, надо его, вот, детище запустить, да. И вот ребят готовят, и пока это годами бодяга длилась там, да, они все время в готовности экипаж и дублирующие, значит, были. И вот их звали пилоты беспилотных кораблей, и вот они Георгия Тимофеевича там так парили в бане, в бане, которую вот Юра Гагарин ему подарили, смоляне, там, да. Вот такие, это, да, трагедия. Я дружил, значит, с одним кандидатом, которого отобрали, Ладопец Хилаури был. Я знаю, Ладика, он полковником работал в Генштабе. Он не в Генштабе, он в Управлении вооружений. Ладика сказал, и его жена была Дублёша Терешковой. Вот, я до сих пор, вот, с галочкой, это, фу, сейчас, 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 Кузнецова, Кузнецова ее, да, Таня. Таня, Таня, Таня. Танечка, да, 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 вот. Ладик мой друг очень близкий. Мы с ним летали, мы как раз Ляхов, мы с Ляховым сидим в 4 утра в ресторан. С Володей, с Зиной мы близки были в ресторан. Там сидели в этом, сейчас там Ларионову памятник стоит, а раньше Ларионов с нами сидел там, мы летали, Ларионов сидит с нами в ресторане, и с Ляховым они до утра разговаривают. Почему автономно, почему республику Саха, по-моему, Саха держат в таком положении, что Саха все отдает в центр, а центр потом только маленькую часть отдает назад в Сахе. Да, да, и то при хорошем поведении губернатора там, при, наверное, откатах. Мы с Ляховым сидели все время до утра, это обсуждали, потом я узнал, что через много лет Ларионову памятник уже там стоит, потому что он был уже депутатом и так далее. Да, ну вот мы с Ляховым сидели там, ну что греха таить, мы тогда чуть-чуть выпивали. Я ему говорю уже в 5-6 утра, а как Ладик там? Он говорит, да ничего, я ему говорю, слушай, давай пойдем к Ладику в гости. Он говорит, ну мы же сейчас не в Москве находимся. Ну, Ладо потом... Для Ладо, ладно, мы уж займем чуть-чуть времени. Для Ладо Пицхилаури, значит, была трагедия. Трагедия, ну, во-первых, как в Грузии к генералам относятся, раз. И он на генеральской должности, и я начальник управления делами Министерства обороны СССР, значит, там, да. И его на генерала, там, раз представили, не получилось, потом второй раз посылает, и вроде все прошло. Потому что, когда проходит ЦК, одобряет, Центральный комитет партии, одобряет. И вот там 180 человек, помню на генеральской должности, Ладо там. Когда постановление ЦК вышло и идет в правительство, и дальше уже без изменений. Правительство, ну, оно присваивается, генеральские звания было, и все. И когда ушло в правительство, я ему позвонил, Ладо, все, все. И там вся Грузия поднялась. Он кандидат в космонавты. Танечка, значит, дублер Терешковый была. Все. И здесь по Москве там собирает ресторан Абхазия, помню, там уже два этажа. Я там все. Вот. И вдруг приходит постановление. Я уже номер все ищу. Потом раз-раз дошел. Нету. Нету Ладо. Я начинаю звонить в Совмин. Они говорят, вот из ЦК пришло вот так. Да, Пицхи Лауре был, но потом, значит, изменили на Тадеушвили какого-то там. Да, я начинаю разбираться, кто как, и потом мне говорят, а вот пленум ЦК, это 23 февраля было, а там где-то пленум ЦК кадровый, что ли, был, при Горбачеве в феврале, там, 21-го, что ли, там, где-то, или там даже до 20-го где-то. Да, и возникает такой вопрос, значит, подходит товарищ Шеварнадзе, тогда был, ой-ой-ой-ой, боюсь ошибиться даже. Да, наверное, Шеварнадзе подходит там, значит, Горбачеву и говорит, что вот там генерал нашего там военкома, значит, вот-вот вычеркнули почему-то и так далее. А ЦК уже постановление есть. Ну, Горбачеву к Язову, Дмитрий Тимофеевич, вот, говорит, иди решайся, тот подходит, вот, ну, и рядом этот Анатолий Иванович Лукьянов стоял и так далее. Вот, и там, значит, ну, вот говорят, что, ну, после, обратно в ЦК не будем там гонять уже, все, да, и так далее. Ну, а Язову говорит, вот давай, грузина на грузина, если там есть грузин, вычеркни, этого поставь. Ну, вот такая, да, это для него трагедия, он сразу там... Конечно, конечно, конечно. Да, да. Конечно, конечно. Так что, видите, общие знакомые у нас. Да, есть, есть, у нас много общих знакомых, вероятнее всего. Еще я хотел вот одну тему затронуть. Мы недооцениваем ее. Вы знаете, там, скрепляющая роль, там, направляющая роль партии, вот, и там другие идеологические, вот эти, идеологическая работа, там, партии по сплочению наших народов, единую семью, там, дружба и все прочее. И все же я хочу высказать свое мнение. Почему мы были едины вместе? Да, война и общая беда, общая угроза никуда не денешь. Но мне кажется, основным скрепляющим моментом это была музыка. Ну, во-первых, музыка, да, и забыл доктор наук, значит, он... Армянин по национальности был, который там, значит, как раз доказывал, вот, ну, тогда особенно прислушивались все, но официально не могли, что какую классика, вот, болезнь какая, значит, и какую лечит классическая музыка. Я в этом немножко разбираюсь, потому что я музыкотерапией занимался. Вот, 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 да. И арт-терапией занимался. А для меня, вот, я рекомендую нашим зрителям найти, ну, например, «Песня года». Песня, там, 71-73, там, каждый год. Это, вот, я вспоминаю, как вот, когда фильм «17 мгновений весны», тоже это объединительный вот этот мощнейший фильм. Так вот и «Песня года», «Песня года». Там же практически, посмотрите, старались таким образом подбирать и каждая республика, даже каждый там регион Российской Федерации пытались там и написать песню лучшую там, чтобы она за сердца трогала людей. И исполнителей, и так далее, вот. Это тонкий момент очень. Да, ну, посмотрите. Какой период это было у нас? Какой период, скажите, пожалуйста, и когда это прекратилось? Или когда началось? Ну, это прекратилось где-то с прекращением Советского Союза. Но потом уже там последние, Горбачевские, там тоже, значит, уже немножко, да, там пошли и уже по другим принципам подбирали. А там же люди писали песню, вот какую песню, значит, там, да. И я немножко был причастен там каким-то, ну, косвенным совсем образом, да, когда там, ну, все, не только национальности там, но и вот эти группировки там же были, проталкивали. И когда через Викторию Петровну, ну, супругу Брежнева, она еврейка по национальности, там пытались и композитора продвинуть там, значит, с Никитой, как он, Никита, Никита, Богуславский, что ли, фу, вылетело. Наташа, ты не помнишь, кто был композитором тогда? Богословский. Богословский, да. Ну, да, но он тоже еврейской национальности, и вот пытались вот через Викторию Петровну вот таким образом, значит, зондировать, чтобы его песня была или там певец исполнял там что-то и так далее. Были, но там Политбюро гасило эти страсти, вот. Но это вот действительно, когда смотришь, ну, вот Муслим Магомаев. Не, ну, это, конечно, это, конечно. Ну, да, но он всегда там проходил, но надо было там и новых там поднимать, продвигать там и так далее. Но бежали на эту передачу, когда ее по телевизору 1 января, по-моему, там показывали, да. Да, все шли с селами, собирались там идут смотреть и так далее. Это действительно вот такое удовлетворение. И методология проведения, когда, значит, там же, посмотрите, ну, композиторы, поэты всегда сидели. Сейчас он в рваных штанах там выйдет какой-нибудь задрипанный там. И причем там судебные, я знаю, там разбирались многие, что песни, вот он, песни звучат сегодня песни Шафутинского. И, ну, Саша Морозов, например, вот он напишет музыку, там другой поэт напишет песни, а идут песни Шафутинского. А там же что-то подплачивали, как говорится, что потом интеллектуальную собственность оформляли. Вот, и уже вот это не то, это разъединение. А тогда вот музыка, она, значит, и вдохновляла людей, поднимала вот эту духовно-эмоциональную сторону, сближала. Там мы национальности там не спрашивали, кто он такой-то. Да, вот, все вот это. Я хочу попросить всех наших слушателей всем высказаться, кто в этой части как-то вдруг это кого-то тронуло. Пожалуйста, напишите там в комментах. Как вы говорите, Игорь Григорьевич, вот это просто песня года, да? Песня года, да, да, там, ну, лет 15, если больше, наверное, где-то шла вот такая передача. Вот, и сегодня для примирения, вот посмотрите, на Украине, да и у нас, собственно, даже вот в Крыму, где я сейчас нахожусь, вот такие факты. Не пойте песни, вы москальские песни наспеваете, вот, а там, значит, вот у нас украинские песни, вот здесь даже аресты были и так далее, но они, я там не был, если спели украинские песни, ну, на фоне флага украинского. Арестовали, потому что, знает, если мы начнем петь песни, вот, вместе наши советские песни, у нас и душа размягчится, вот, и не будет какой-то агрессивности, ну, смотрите, вот. А для этого нужна воля сверху, чтобы мы действительно, если воля сверху будет, так люди быстро-быстро сойдутся. Воля, воля, она есть. Третья статья Конституции. И я сейчас вот у вас, я народ, вы тоже народ, наверное, и наши зрители... Я хочу, чтобы Конституция выполнялась. Ну, и, пожалуйста, Конституция... Для этого же и нужно... Смотрите, что плохого в этом, это любимая песня моей мамы была, она певица удивительная была, украинка. Родина мати моя, и ночи не доспала, уводила меня у поля край села, и в дорогу далеку. Ну, что в этом плохого? Провожала. Ну, конечно, это любимая вещь. Это, конечно, ну, о чем тут говорить? Я раньше ходил вот на это проклятое телевидение, вот это, у Соловьева там бывал и так далее, но по украинскому конфликту еще до спецоперации даже, я говорю, не буду, не буду. Один раз он там где-то какими-то там подставками и так далее, и поставил рядом, помню, высокую, красивую Украинку. Вот. И там, значит, ну, там Гордон, значит, здесь Соловьев, они единой там веры, как говорится, да, тот шаранским этот, сатановским кедми тут и так далее, они нас там учат, как жить. Да. И, значит, этой дают, и она наиграна там, ну, проплатили ей там, понятно, что там подплачивали им, кого приглашали там, все, и она вот-вот стала, значит, в отношении москалей там, да, что-то там говорить и так далее. И потом к Соловьеву, ну, послушаем, что ответит генерал. Я беру трубку, и, значит, там тишина, я. Нычья комиссия, чинозорина ясная, она то-то, и мы в паре стали это самое вместе петь, и разрушили весь сценарий, и там все-все, я пою, значит, у меня чуть микрофон не отняли, вот и все. Поэтому идти, песня, это душа народа, так у нас говорилось, и так оно есть, вот. И лечиться песней я рекомендую, да. Вот недавно, значит, ко мне тут тоже обратились здесь и так далее, вот. Вот, ну, там заболевания, связанные, кстати, со стрессом, но в такой острой форме. И вы знаете, я, 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 я. Пусть мне завтра позвонить, я помогу прямо по скайпу. Я вывожу из острых состояний, быстро, за 15 минут. Да, вот я тоже, значит, этот мощную музыку забыл, забыл этого австрийского там или немецкого композитора, да, вот так прослушал там, я говорю, попробуйте вот эту песню не слушать, а вдыхать. А как вдыхать песню? Ну, рассказал немножко, наутро муж звонит, там, Ленин говорит, все, побежала по магазинам. Я говорю, а здоровье как? Ну, как, если женщина по магазинам побежала, смоги быстрее. Вот и все. Так что вот нам нужно действительно держать в голове, в голове вот это, красота спасет мир. Да, красота спасет мир, красота спасет мир, конечно. Красота, и прежде всего красота вот отношения друг с другом. Ну, должны быть красивые, красивые там, значит, друзья, красивые песни, красивые анекдоты. Да, я хочу вас спросить, я хочу вас спросить, Леонид Григорьевич. Вот вы, я, мы люди добрые, таких людей много, почему же тогда не происходит телепатии? Телепатии? Значит, поступки нужны, помимо того, что есть вера в лучшее, нужны еще дела. Да, потому что у нас духовное состояние, духовное состояние должно подкрепляться поступкам. Если бы можно было просто телепатировать и исправлять всю ситуацию, так язык бы не сформировался. Я, Василий Магомедович, я отвечу. Вот. Но прежде всего задам и вам вопрос, и нашим зрителям, не для ответа, для размышлений. Скажите, пожалуйста, мы знания и вот эти духовные качества, мы их воспитываем в себе? Знания сами воспроизводим? Или же мы их ищем? Сейчас я скажу. Особенно. Не надо, не надо, не надо. Давайте оставим для да. Давайте. Мы их создаем, эти знания, духовность свою создаем или где-то ищем. А если мы их ищем и добываем, как он там, уран, там уголь, да, значит, они существуют. Это я размышления обоих. А теперь, теперь, значит, вот почему этой телепатии нет? Я еще раз повторюсь, вот я уже говорил там не у вас, по-моему, что Господь Бог – это прежде всего энергия наших мыслей. Вот этих все общих знаний, они фиксируются голографически. И наших ощущений, наших чувств. И есть вот поле, энергия, и надо о соотношении доброй и простой, и злой энергии. Вот соотношение, да, и пассивная энергия сегодня, да. Но вот это все доброе – это как энергия, она на одном полюсе планируется. И внутри человека, и внутри каждого общества, и во Вселенной. Ну, что такое аноосфера Вернадского? Это мысли и так далее. Но я дополняю, он говорил, и потом развивали, тот же Владимир Петрович Казначеев, полевые формы жизни, полевые формы энергии, не белково-нуклеиновый, да. Да, есть. Но вопрос идет о соотношении зи. Чего больше – добра или зла? И вот ваш вопрос, а почему-то мысль нашу, вот, ну, Господь, Бог, давайте обратимся, там, не позволяет нам, и так далее. Потому что человек гораздо несовершеннее вот этой маленькой собачки. Да, собачки. Она живет, вот как в ее сущность вложили, она живет. А у человека есть право выбора. Сущность и личность – это могут быть единым целым, и тогда мощная появляется, там, называют личность, историческая личность и так далее. Но когда сущность не совпадает с личностью, вот и все. И в этой ситуации, давайте опять Господу Богу, к Аллаху, там, обратимся, если Он даст нам, вот, человечеству, Он не может дать нам с вами, а другим не дать, вот, эту телепатию, вот, значит, там, мощную мысль и так далее. Кто первым и что начнет создавать? Новую атомную бомбу, которая будет убивать уже не тысячи, а миллионы людей и так далее. В этом направлении работают. Так что вот, наверное, так мы. И взять человек очень несовершенен. Да, я это понимаю. Даже не выспавшись человеку, он уже имеет более раздражимость, например. Люди находятся на разных ступенях эволюции, даже в зависимости от своего текущего состояния. Я не выспался, значит, я больше раздражаюсь, потому что в клетках воздуха мало питательного вещества. Вопрос заключается в следующем. Когда вы говорили о том, что на природе человек может отдыхать, видеть вот эту необыкновенную божественную красоту, вот этот вот покой в душе, безмятежность возникает, какой-то защищенности какой-то возникает. Вот это именно состояние синхрогимнастики, которое я учебник показывал, можно получать внутри себя. Если вдруг вы находитесь в космическом корабле или в подводной лодке, то, что вы получаете на природе, можно получить там с помощью синхрогимнастики. Но об этом, если вы позволите, если вы согласны в следующий раз, что мы встретимся, идет время, я об этом чуть-чуть подробнее расскажу, потому что я очень хочу в сотрудничестве с вами донести до большего числа людей идею, что можно подбирать действия синхронные к текущему состоянию, даже с помощью физкультуры, а в данном случае вы говорите с помощью песни, подбирать те, которые снимают перенапряжение, выводят человека на состояние внутренней гармонии, когда у него и появляется и сопереживательность, и чувство созидательности, и чувство бесценности живого, и он переходит из эгоизма, из состояния выживания в состояние созидания. Вот я хочу, чтобы мы в следующий раз об этом поговорили. Поговорились. Вам огромное спасибо. И только маленькое замечание. И все, что нам дается доброго, хорошего, интеллектуального или вообще-то творческого, мы должны делиться с нашими зрителями. И из вашего экрана, и из моих уст должно идти только добрая энергетика, добрые чувства. И чем больше людей включается в этот процесс, это как раз то, в чем сегодня нуждаются все. Это называется человеческое отношение, да, человеческое общение. А там и проявляется, как говорится, божественная воля. Божественная. Да, да. Спасибо всем. Спасибо вам. Добра, мира и благополучия. Спасибо. Будьте здоровы. Как говорят, берегите себя. И, как говорят, вы нам очень нужны, поэтому я от лица нашей школы хочу сказать, у нас есть почетные участники, я уже автоматически от лица всей нашей школы принял вас почетные участники. Так что почетные участники школы. У меня есть одна очень такая была популярная, ну, сейчас песня, вот, в которой был рефрен, тоже связанная с нашим конфликтом вооруженным. И в сердца командиров, стуча, как в набат, материнские слезы просили, берегите себя, берегите ребят, нас и так не хватает в России. Это вот он сам. Спасибо вам. Спасибо. И не зря, наверное, не случайно у меня картина моя, берегиня. Именно берегиня она называется. Да, 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 я вам покажу, если вы не видели. Вот он, берегиня. Вот, бережем друг друга. Действительно, берегите себя. Будем беречь. Спасибо вам большое. Сердечное. Всего доброго. Надеюсь, ненадолго мы прощаемся. Да вами я подберу где-то, да, спланировать заранее только нужно, и все. Всего доброго вам. Доброго здравия всем. Спасибо, докторник генерал. Спасибо, докторник генерал. Спасибо. 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 Продолжение следует...